здравствуйте сегодня 16 марта 2022 года 22 часа 13 минут температура воздуха 3 градуса мороза дует такой довольно заметный постоянный северный ветер я сейчас дал котам покушать в трех тарелках вот они кушают на пороге моего дома потом тарелки сарай занесу поставлю там чтобы они рядом со своим домиком теплым эти тарелки имели и чтоб собаки не поели эту еду потому что кормить чужих бездомных собак это довольно накладно сейчас слышу взрывы обстрела со стороны чернигова такие вот отдаленные громкие звуки и тут мои коты бегают вокруг меня вот не очень хотят кушать картошку мундирах картошку сварил очистил добавил растительное масло соль добавил теплой воды перемешал это все в общем сам бери и кушай кусок хлеба в руки и такую еду кушай и с удовольствием можно объедаться растительное масло нерафинированное но с запахом и их коты такое масло любят но я сам тоже употребляю такое масло я нерафинированное масло всегда покупая рафинированное не беру потому что у него аромата нет и она мне меньше нравится я давно его не беру и по качеству на против хуже вот не знаю сейчас этот ветерок задувает микрофон или нет но я сейчас расположу смартфон таким образом чтобы сторону звука направить в сам микрофон а чтобы микрофон этот ветер не задувал и не есть на траве три градуса мороза на ульях на металлических крышах кристаллики льда уже образовались я нахожусь в селе в бывшем городнянском теперь это черниговский район черниговской области это приблизительно 60 километров от границы с россией и около такого же расстояния до границы с белоруссией и около 50 километров до чернигова в селах тихо никакие тут промышленные предприятия нигде не расположены нигде ничего не шумит на машинах не ездят транспорт нигде не ездят по дорогам и я слышу сейчас звуки которые раздаются не от самого чернигова вот эти взрывы а вот дорога которая с северо-востока приходит к чернигову со стороны но город северского это город такой крупный есть в черниговской области вот и оттуда исходит исходят эти звуки громкие сегодня утром гаубицами обстрел был с этой же местности это расстояние до чернигова приблизительно километров от 10 до 20 их километров ну вот может быть даже точнее от 10 до 15 километров от чернигова от границы черникова по этой дороге и вот там где-то находится площадка где размещены эти гаубицы батареи гаубиц и вот они оттуда обстреливают светит луна абсолютно чистое небо ни одной тучки ни одного облачка абсолютно чистое небо хорошо видны звезды луна процентов на 90 уже освещается солнцем и земля вся трава хорошо освещена солнечным светом отраженным от луны так тут мои коты коготки точат доску деревянную поэтому звук такой получается рыжий кот тут мой белыми лапками с белой грудкой с белыми усами возмущается так что несмотря на то что как бы уже и ночь уже 11 час ночи и холодно три градуса мороза все никак эти российские вояки не угомоняться и терроризирует этот этот чернигов практически круглосуточно пытаются захватить этот крупный областной центр но им никак не удается несмотря на то что в чернигове сейчас и большие проблемы с электричеством чернигов обрезан от единой энергетической системы украины перебили вояки эти сраные россиянские эти русофашисты фашисты эти перебили стрельбов стрельбой снарядами из танков или из гаубиц или из чего они там стреляли завалили высоковольтную линию электропередачи и со стороны киева чернигового электричества не подается вот сейчас более такой отдаленный гулки звук пришел возможно что это крылатая ракета упала потому что очень громко громыхнула вот и чуть-чуть направление в сторону чернигово оттуда звук исходит хорошо когда до уха есть стереофоническое звучание и достаточно точно определяется направление звука так что надежда чернигова только на свою тэц которая тепло вырабатывает и электричество но этот это тоже обстреливают и по чернигову перебили трубы горячего водоснабжения а так как нет электричества то циркуляционные насосы бойлерных не работают и горячую воду в трубы отопления в дома подавать не могут поэтому в чернигове дома холодно имеется ввиду многоэтажные дома в частных домах где там печки грубки отопительные кирпичные остались там конечно люди дровами всяким мусором какими-то ящиками там или какими-то там ветками найденными там ну в общем какой-то мусор можно найти сжигать и тепло какое-то в доме создавать а когда нет электричества даже никакой электрообогреватель не включишь и никакую еду не приготовишь потому что труба которая идет из сумской области к чернигову на подходе к чернигову там есть такое село киселевка и и там во время обстрелов расшисты вот эти вот повредили она взорвалась там повреждение имеет их вас черников не доходит это труба из сумской области и этот более крупного такого газопровода который еще в советском союзе был построен так что чернигове продукты есть дизельные генераторы работают снабжают электричеством и телевизионный центр передающий и радио центр но там одна мачта они там рядом находятся эти две радиопередающие компании то есть и радио украинская транслируется и черниговский есть черниговская радиостанция если в диапазоне и таким образом я получаю информацию из передач украинского радио о ситуации по украине потому что мобильная связь не работает у нас в селе две вышки мобильной связи еще 27 февраля расшисты вот эти раз расстреляли и сами антенны расстреляли и коаксиальные кабели там на матицах повреждены и внизу вот эти большие будки с аппаратурой они прострелены расстреляны я ходил туда сделал фотоснимки качественно получилось я сфотографировал все отчетливо видно я на фотографиях дома уже на компьютере рассмотрел какие там повреждения потому что так глазами трудно было рассмотреть вышки высокие у меня в том фотоаппарате которым я снимал такой небольшой шестикратное зумирование и удалось приблизиться к верхушке этих мачтам где находятся антенны и радиорелейные связи но это между мачтами канал связи такой служебный круглые такие параболические антенны стоят и вот эти антенны сотовой связи они расстреляны и аппаратура вся внутри этих в будках она и сгорела и прострелена в общем там ничего живого не осталось то есть надо ждать когда война закончится и когда компания операторы сотовой связи восстановит эту всю технику и тогда у нас сотовый телефон заработает киевстар киевстар life и vodafone vodafone это бывшие мтс так что мобильная связь у нас или не работает автоволоконный кабель в репках рашиста перебили у меня в дом сельский заведен автоволоконный кабель 100 мегабит можно и 200 мегабит скорость получить но только два раза дороже платить надо я плачу что за 100 мегабит и мне этого хватает я телевидение через автоволокно не смотрю я вообще телевизор не смотрю радио слушаю и из интернета получаю информацию у меня телевизора в доме хватает но и некогда их смотрите и не хочется смотреть вот так что через радио получаю информацию а интернет не проводной через домашний телефон стационарный укор телеку укор телекомовский не работает и автоволоконный интернет не работает да сейчас прохладно ветер дует пальцы уже замерзать я вот держу смартфон в руках и чувствуется что уже пальцы не имеют от холода то есть ветерок дует и холодно сегодня у нас тут по селу ездили эти россиянские машины одна из машин было с красным крестом но медицинская машина ну и по той информации которую я узнал оказывается есть такое село поселок точнее сказать расковать и последнюю он оккупирован захвачен этими расистами там есть крахмальный завод и на том крахмальном заводе расисты устроили крематорий и сжигают своих вояк сраных которых тут убили и никто не собирается этих вояк везти назад на родину в россию их здесь эти расисты сжигают в крематориях и матери даже и пепла там в спичечной коробочке не привезут то есть справочку дадут бумажку такую дадут что пропал без вести на территории россии пропал без вести их ушел на блядки по бабам по молодым яйца и член чесались хотел потрахаться ушел и наверное этого трахуна вот который счастье ушел по бабам наверное застал муж пришедший с работы он его там прибил убил закопала в общем военные не виноваты он сам ушел самоволку его там где-то грохнули вот так вот напишут справочки о смерти никто никаких компенсаций российским матерям не заплатить ни копейки вот такая вот ваша блядская россия которая своих людей как пушечное мясо мясо послала на территорию украины с этой скотской паскудной войной не объявленной захватнической разрушительной геноцидной против украинского народа и такое же отношение к вашим гражданам россияне не воюйте за этого карлика пу за яхты усманова за яхты абрамовича за я за яхту тихченко и так далее вам с этого с этой войны никакой пользы нет не участвуйте в этой войне не будьте пушечным мясом сдавайте с плен капитулируйте или убегайте если недалеко от границы с белоруссией и россией находитесь сейчас руку поменяю потому что уже пальцы совсем задубели кончики пальцев обмерзают сейчас другой рукой которая в кармане была так что прекращайте воевать или же сдавайтесь в плен украинским вооруженным силам до любому местному жителю который в любом селе живет к нему приходите говорите что мы российские вояки хотим сдаться в плен ведите нас к начальству вашему где тут у вас кто тут из начальства есть вот мы пришли тут со стороны чернигова огромный такой мощности звук пришел это крылатая ракета упала на чернигов вот падлы запускает со стороны россии крылатые ракеты 60 километров до границы от моего села с россией и 50 еще километров до чернигова но в общем километров 110 115 120 в этом диапазоне сколько тут минут нужно несколько минут нужно лететь крылатой ракеты чтобы она со стороны россии вылетела не долетела и упала на чернигов вполне возможно что обстреливают и тест черниговскую для того чтобы полностью и разрушу чтобы электричество и тепла не было в чернигове и чернигов вести в такое состояние как ленинград был во время великой отечественной войны второй мировой войны когда он был в полной изоляции люди там голодали и даже родственников своих съедали которые умерли от голода вот так вот с ленинградом и советская власть поступила и через саняшское озеро там какой-то хлеб везли так вот смольном ленинграде местное начальство и красную икру ела и лососину и черную икру и обжиралась там и заморскими винами и колбасами иностранными и так далее а люди хлеб ели сделанный из древесных опилок и чуть-чуть муки туда добавляли и вот вот этой едой по 125 грамм такая пайка была значит вот этой едой людей кормили и люди даже со стен обои сдирали и варили эти обои соскабливали клестер который был сварен на пшеничной муке для того чтобы этот клестер можно было съесть и не умереть с голоду то есть там страх что было ну и приблизительно такая ситуация сейчас с мариуполем на украине украине происходит куда не дают зеленый коридор расширские эти войска держат людей в заложниках но самый настоящий геноцид как обложили фашисты ленинград во время войны так вот этих так вижу взлетела это самая красная красная ракета взлетела над черниговом вот красная вспышка была возможно что это взорвался взорвалась либо ракета либо крупный снаряд который из гаубиц выпускается и противоракетная оборона со стороны чернигова там военные украинские используют и в воздухе над черниговом именно на черниговом взорвался вот этот вот летящий на объект который разрушение принес бы горе и беду но его в воздухе взорвали так что чернигов так просто не сдается вот так что россияне прекращайте воевать сдавайтесь в плен слагайте оружие вы сохраните свое здоровье свою жизнь вас по три раза в день кормить будет горячей едой как я тут к там еду такую готовлю но по меру в меру своих финансовых возможностей и той ситуации экономической в которой находится село потому что сюда продукты не привозят но чернигове в киеве в других населенных пунктах вас кормить будут сытно нормально и но спиртной давать вам не будут но сигареты и еда у вас будет так что посылайте нахер этого карли капу пусть он сам если хочет воевать вылазит из бункера берет автомат и идет с ростом в полтора метра на лабутенах вперед в атаку пешим ходом на чернигов и пусть пытается сам самолично захватить чернигов не будьте пушечным мясом в этой ненужной вам войне вам от этой войны никакой пользы абсолютно нет эти деньги которые вы на зарплатную карточку получаете ваши жены проедают просирают ебутся там с соседями с воськами там со всякими там наркоманами алкашами и так далее бабе любит таких мужиков таких необычных каким кажется то есть чем более наркоманец и чем более алкаш не мужик тем больше его баба любит она течет у неё там по ногам все мокрое и тебя сраный российский вояка будь у тебя там хоть три высших образования если ты там офицер она тебя не любит таких мужчин бабы не любят бабу любят выглоту всякую шпану алкашню наркоманов алкоголиков бандитов гопников уголовников вот от них бабье течет негров там всяких этих самых египтян то есть таких необычных мужчин это не потому что бабы дуры ну то что они дуры это понятно потому что так природой устроена так генетический код сформирован что для того чтобы сохранить максимальное разнообразие видовое и чтобы максимально избежать близкородственного скрещивания бабье испытывает сексуальное влечение ко всяким иностранцам вот почему во время темпената мира русские эти наташи там и так далее бросались если вешались на шею всем этим иностранцам там аргентинцам там бразильцами так далее и давали им с огромным удовольствием под каждым кустом там трахались и детей потом понарожали еще и от негров и от бразильцев и от этих самых аргентинцев и от других всяких там латиносов вот а русским мужикам не дают русским мужикам к корону свою демонстрируют мол веди меня в дорогущий ресторан на 100 долларов меня покорми вот развлекай потанцуй попрыгай подобивайся меня я ж королева я ж принцесса а ты вообще говно на палочке а я тут великая такая с писечкой принцесса давай танцуй вокруг меня добивайся я тебе может быть дам а может быть и не дам вот и там 35 10 раз ее в дорогущие рестораны сводишь просрешь свою зарплату месячную сам будешь сидеть на дошираке на лапше китайской вот ее по ресторанам будешь водить она тебя потом не даст пойдет там и с другим потрахается за бесплатно с каким-нибудь наркоманом соседом так что напрасно россиянские вояки по отдавали зарплатные карточки своим женам они эту зарплату просирают прожирают они цены деньгам этим не знают и вас не ценят не уважают и не любят бабы любят только себя а трахаются всяким со всяким таким сбродом как и рассказал с алкашами наркоманами с глупниками с бандитами со шпаной всякой такой отмороженной с придурками с недоумками и так далее я прожил 56 лет на на свете я жизнь хорошо знаю и я для вас для многих россиянских этих вояк и в отцы гожусь и в дедушки по возрасту вот посчитайте мне 56 а тут россиянский вояка 18-19 лет вот сколько раз сколько раз я старше его или там допустим 27-летний или 30-летний вояка русский с детьми там и женой блядюгой которая там сейчас блядует а вот тут с ним этими яйцами с обосранной жопой бегаете мерзните в танках и воюете против украинских граждан она ебется там со всякими ашотами возгенами и с глупниками там с колянами какими-нибудь или воськами а вот тут с синими яйцами бегаете трахнуть некого и зарплатная карточка ваша у нее она эти деньги прожирает просирает прокуривает пропивает себе в кубышку складывает а вы если инвалидом еще вернетесь если живым еще вернетесь она вас быстро нахер пошлет на второй день загс пойдет заявление подаст или суд подаст на развод все у вас это отожмет на алименты поставит и ни копейки денег высоты зарплатной карточки не получше потому что там денег уже нет она все поснимала так что вы воюете за бесплатно рискуете своим здоровьем своей жизнью потому что вы дурочки верите бабам верите карли купу не бабам не карли купу не российскому государству не средства массовой информации российского государства россии этой сраной великой могучей так называемой не верить не верить нельзя ни единому слову никогда не верьте бабам баба брут всегда везде при любых обстоятельствах то же самое касается россии россия врет всегда везде при любых обстоятельствах вас дурачков зазомбировала натравила на украину завезли сюда как ушечное мясо и тут под черниговом по дороге вот этой вот международной гомель чернигов киев одессой и по направлению от гомеля ну вот на украинской территории там где боевые действия были с украинскими войсками лежат в огромном количестве вот эти вот россиянские вояки убитые но сейчас ночью мороз и они под замерзают а днем до 8 градусов температура поднимается и они начинают потихоньку уже разлагаться и вонять ну их собаки объедает и щеки съедает и нос и объедает и уши там не пальцы на руках объедает и кишки выедает и печень и желудок и сердце и почки и так далее вам приятно быть мясом лежащим валяющимся на улице и чтобы вас собаки бездомно жрали я думаю что неприятно вот за это вы воюете чтобы даже матери вашей коробочку спичечную пепла из крематория не привезли из россиянского крематория где вас сжигают где могут сжечь а где поленились собрать трупы там собаки бездомные возжрут и кору и вороны черные клюют вот а у нас тут по селу есть тут бездомные собаки но они и сами живут и люди есть такие которые своих собак кормить не хотят или не могут там или люди поумирали собака осталась а хозяин умер там или бабушка или дедушка и никто если сидит у собаку кормить не хочет вот она и бездомная осталось и бегает по дворам еще для чего поесть где-то у кого-то курицу украдет где-то утку там, где-то там какой-то мусор найдет, там более-менее съедобные там отходы вот так вот она перебивается так что стрельба обстрел Чернигова продолжается и ракетами его бомбят и гаубицами но Чернигов сопротивляется вот я вам сказал тут сейчас пока вот наблюдаю я в сторону Чернигова смотрю, видел красную вспышку в воздухе, но на высоте где-то метров 300-400 может быть больше вспышка такая яркая была крупная и там перехват ракеты произошел то есть она не долетела, никого не убила никого не разрушила ничего не разрушила вот поэтому, несмотря на то, что Чернигов как бы обесточен обрезан но тем не менее сотовая связь с Черниговым есть, там работают и аккумуляторы, и дизельные электрогенераторы на таких объектах, которые критично важны для жизни людей и даже наши местные жители с расстояния вот так по прямой километров 45 до Чернигова находят тут в селе самые такие высокие точки идут туда с сотовым телефоном и через ретрансляторы находящиеся в селах поближе к Чернигову ловят там на одно-два деления сигнал этого ретранслятора и таким образом связываются с Черниговым то есть связь с Черниговым есть там все нормально, продукты есть конечно холодно в многоэтажных домах потому что нет отопления но в частных домах отопление есть и в тех убежищах, которые имеются в Чернигове подземные, а там тепло то есть температура там не ниже нуля градусов а там, вон я, когда электричества у меня в доме не было при 7 градусах на высоте полтора метра и где-то градуса 3 было на уровне пола я вот при такой температуре где-то почти две недели жил у меня кирпичная печка не работает дом старый, больше 100 лет и там повреждения в печке есть я не могу ее запускать топить дровами дрова есть но если я дрова заложу, подожгу то может дом сгореть поэтому я не рискую и я вынужден был как и в Чернигове в холоде жить но ничего я закутывался, укутывался, одевался и коты в доме находились когда были морозы сильные на улице мы в доме с котами вместе спали они меня грели, я их грел и таким образом мы спасались а вы сейчас, засранцы-россиянцы друг с другом, вы мне мачку как пидорасы, как геи вы пока друг друга не трахаете но в обнимочку друг к другу прижимаетесь потому что если поодиночке сидеть будете в танке позамерзаете а так, когда друг к другу прижались и теплее вот как у меня с котами они меня со всех сторон обложили и сами грелись от меня и я их пригревал и они на мне спали и мне тепло от них и им от меня тепло было так что мы дружным коллективом с котами вот эти морозы и отсутствие электричества пережили даже при том, что в доме отопления не было а вы там и потрахаться не можете и жопу помыть не можете яйца не мытые и воняет от вас потом там и говно на жопу поналипало туалетная бумага закончилась и жрете вы просроченные продукты этот сухпайок, который вам выдали 2014-2015 года эти продукты надо закопать в землю на свалке и забыть о том, что они были а вам это все повыдавали и вы это жрете и рискуете от бутулизма умереть в Википедии почитайте что такое бутулизм это такая бактерия есть которая вырабатывает бутулотоксин очень ядовитое вещество которое не имеет противоядия и вот эта бактерия она существует без доступа кислорода то есть если кислород есть то она от него погибает в варенье, например в варенье закрыто не металлической крышкой а листом бумаги и шнурочками или ниточкой бумагой это примутано к банке в этой банке с вареньем бутулизма не будет а если консервы мясные какие-то там бутулизм с удовольствием развивается поэтому на всех консервных банках указывают какой срок годности когда она изготовленная эта консерва и сколько лет два или три года можно ее хранить а вам выдали семилетние давности восьмилетние давности консервы тушенку там и сгущенку и все прочее и вы это жрете и я удивляюсь как это там массово вы от бутулизма не умираете причем это такое заболевание что хоть переливание крови делай хоть не делай хоть промывай желудок хоть не промывай все если съели такую тушенку просроченную то с вероятностью 95% можно сдохнуть от бутулизма а если видно что эта банка вздулась то это 100% там бутулизм есть поэтому я вам рекомендую несмотря на то что вы враги Украины рекомендую вздутые банки если у вас там попадаются или чуть-чуть даже начинает вздуваться раздуваться нижняя и верхняя крышечка не горизонтальная а так со вздутием небольшим все консервы эту ликвидировать надо закопать в землю чтобы она это самое никому не досталась чтобы даже собака ее не нашла и не съела потому что там бутулизм так что сдавайтесь в плен ни хер воевать за этих Усмановых за Абрамовичей за Тищенко и всю эту шайку-лейку этот кооператив озера за этого карлика в пух бункерного если он хочет воевать пусть он берет своих этих крыблевских своих собутыльников своих членов кооператива озера берет автомат в руки и пешедралом там пешочком бежит от границы с Россией на Чернигов и в атаку идет с автоматом Калашникова пусть попробует взять Чернигов с одним автоматом а вы не участвуете в этой войне вы не давали присягу России что вас имеет право послать на войну в соседние государства вы давали присягу защищать свою родину вот и поезжайте обратно в Россию защищайте не можете доехать не можете дойти до границы с Россией или Белоруссией я в возрасте 56 лет 50 километров расстояние от Чернигова до своего села преодолевал причем не просто так шел а вел еще велосипед который гружок был грузом ну почему так получилось потому что либо спицы ломались под весом этого груза я уже не мог сидеть в седле потому что колесо вообще развалилось и там такая восьмерка была что хорошо хоть колесо крутилось что я довел в руках этот велосипед либо камера спускала там где-то на какую-то проволочку острую наезжала или на какой-то острый камешек и запасную камеру забывал взять вот и таким образом приходилось пешочками идти чаще всего прокалывается заднее колесо хотя и переднее колесо бывает прокалывается так что я в 56 лет пешочком 50 километров преодолеваю а вы, так как помоложе в 2-3 раза моложе меня можете и 100 километров преодолеть не хотите по холоду ходить там искать значит не зная местности искать где там ваша Россия сраная находится сдавайтесь в плен любому местному жителю в любое село заходите автоматы бросайте на землю руки вверх и кричите что мы сдаемся мы русские военные а сдаемся в плен ведите от нас к начальству вот и забирайте наше оружие мы не стреляем мы никого не убиваем мы хотим в плен сдаться и хотим пожрать жопу помыть вот и яйца подмыть свои чтобы не воняло на километр значит козлами вот так что нехер заниматься этой войной она вам никакой пользы не приносит прекращайте заниматься этим дурным делом не рискуйте своим здоровьем своей жизнью сдавайтесь в плен прекращайте обстреливать расстреливать убивать украинских людей украинских граждан и возвращайтесь назад на родину на свою трахайте там свою жену или по бабам ходите гуляйте живите как нормальные люди растите своих детей вот причем надо еще ДНК сделать запросто может оказаться так что это и не ваши дети что пока вы там по войнам всяким лазите воюете там особенно это официров касается то запросто это ваша жена может нагулять детей от соседа от воська от гопника от наркомана какого-нибудь от алкаша от уголовника и так далее а вам сказалось что это ваш ребенок обязательно сделайте ДНК-тест по каждому ребенку когда вернетесь назад с этой войны потому что с вероятностью в 30% может оказаться так что это не ваш ребенок до 30% мужчин растят чужих детей как кукушка подкладывает яйца в нездо маленьких птичек а этот кукушонок вылупляется выбрасывает птенчиков конкурентов родных птенчиков для вот этих вот маленьких птичек и сам жрет в три горла и вот эти две птички маленькие с трудом его выкармливают до огромного размера этот кукушонок раз в пять больше получается чем та маленькая птичка которая его кормит они его кормят 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 никак не могут накормить вот и то же самое запросто может получиться с вашими детьми вы думаете что это ваши дети они на самом деле от соседа Васька там или Коляна там или еще от кого-нибудь нагулиные вашей женой баба любит блядовать и выдавать своих детей за детей мужа то есть это ее ребенок она его родила но не от вас от соседа или от какого-нибудь там случайного прохожего увидела мужика такого грубого наглого нахального борзого у него по ногам потекло из половой щели и она ему отдалась там он ее там трахнул где-то под кустами она залетела забеременела а потом сказала вам что ой это же наш ребеночек а вы ее любите и этого ребенка любите а на самом деле это не ваш ребенок так что займите своей жизнью любите себя не верьте бабам и не верьте российскому правительству и российским средствам массовой информации потому что вы для них пушечное мясо и пуль дорожная они вас как людей не ценят не любят и не уважают это касается и баб государства слава защитникам Украины слава героям Украины слава Украине и слава всем здравомыслящим людям во всем мире которые оказывают Украине всяческую помощь чтобы мы вышли победителями в этой войне и сохранили свою свободу и независимость здоровья вам богатырского сто лет жизни удачи благополучия и всего вам хорошего до свидания до следующих выпусков моих сообщений субтитров